Руслан на меня назвал папа. Мотивацией было то, что так монголы называют русских детей. Но на самом деле это тюркское имя, означающее лев. И оказалось это имя судьбоносным, так как, несмотря на то, что я родился на берегу Баренцева моря, в поселке Ведяево, в семье подводника, в моих венах течет гагаузская кровь помимо русской. Думаю, что настоящая сила, она в любви. Так как именно это чувство позволяет ценить все, что тебя окружает. В пять лет я сам пошел в музыкальную школу и записался на обучение. Все были, конечно, удивлены моей такой ранней самостоятельности, но тем не менее. Во втором классе я после урока труда, где мы попробовали собрать деревянные лопаточки, я пришел, за несколько дней собрал друзей, мы сделали эти лопаточки и я пошел их продавать в садик. Ну, соответственно, там также в те времена, это был 86-87-88 год, родителям, в общем, пришлось не сладко. К примеру, в третьем классе я написал сочинение, где у меня ромашки такие во фраках, и они все с шампанским. Учительница подумала, что у меня родители пьют, и, соответственно, вызвала их в школу. В общем, все мои творческие какие-то потуги сказывались на родителях. Я очень люблю ездить на автомобиле, и когда что-то там придумываю, стихи, решаю какие-то сложные задачи, сесть за руль и поехать. Это просто крылья, настоящие крылья. Не представляю, что я буду делать без руля. Играю на гитаре, на барабанах, на клавишах. В целом, я мультиинструменталист, пишу музыку, у меня свой музыкальный проект. Веду блог по видеомейкингу, преподаю видеомейкинг, люблю готовить, занимаюсь спортом. Ну, еще я очень не люблю ощущение помутнения в голове мозгов. Это пьяное состояние, поэтому уже какой-то длительный промежуток времени я не выпиваю. С первого взгляда люди, когда смотрят на меня, они как-то побаиваются и думают, что я злой. Но при первом же знакомстве, они понимают, что Руслан – это добрый души человек, но требовательный и иногда строгий. Люблю очень улыбаться, и когда улыбаются другие.